Всем привет, с вами Кирилл Костев, 9 Impulse, капитан Navi Apex и я хочу поговорить с вами о том, что случилось с нами во время карантина, о наших результатах и всем происходящем. Наши результаты не такие уж и плохие, как многим может показаться. Мы начали этот сезон ЛГС с четвертого места квалификации на мажор. Четвертое место, я напомню, это ТОП-5, а ТОП-5 оплачивается вся поездка, отели и тому подобное в Техасе. То есть мы прошли на мажор, мы начали с этого. Второе ЛГС получается, да? Мы вылетели тридцать третьими. Мы тогда по-моему вернулись с буткемпа и, наверное, действительно с этого началась череда наших неудач. Слишком, слишком самонадеянно я подошел. Я и мои колы тогда запароли нам этот турик. Я был слишком самоуверен и тем самым зарунил все парням. Я уже, вроде как, много раз об этом говорил. Но, говорю еще раз. Я зарунил весь этот турнир один. Несколько моих колов, когда я просто был уверен, что мы можем идти по карте убивать всех и все. Кстати, отталкиваясь от наших предыдущих результатов, потому что до этого у нас не было каких-то больших падений. Мы, по-моему, начали чувствовать небольшую неуверенность в себе. Мы потеряли, так сказать, какую-то долю доверия друг другу. Особенно после того, как мы не прошли финал. У нас потерялось доверие друг другу. Мы больше начали играть от себя. И до этого у нас не пошло совсем ничего. Пришлось, так сказать, получить и такой плохой опыт. Но сейчас мы все это пофиксили. Мы уверены друг в друге. Все мотивированы. После кучи тем толков и новых, так сказать, новых тренировок. Большую роль. Потому что на тот момент мы не особо даже хотели как-то что-то разбирать. Возможно, ну я, я больше всего хотел спустить на самотек. Потому что там все было от личных ошибок. То есть, по факту, все ошибки, которые были там сделаны, они были сделаны на том, что каждый плохо следил за своей игрой. И было сделано очень много личных ошибок. Очень много. И на тот момент я думал о том, что нам, наверное, не стоит вообще их разбирать. Так как личные ошибки, они на то и личные. Они больше не должны повторяться. Их ты один раз совершаешь, и потом все должно быть нормально. Потом ты уже научен, так сказать, на своем экспириенсе. Не какое-то там большое командное событие, которое нужно разобрать. Или какой-то нереальный командный фейл. Или фейл взаимодействия. Это там все было просто на личных ошибках. Где-то не попал. Где-то случайно зашел в телепорт. Где-то что-то там не долетел. Где-то плохой телепорт. И тому подобное. И просто на это мы и проиграли. Сайфер. Парни форсили и Сайфер, так сказать, помог очень сильно тогда. Мы были удовлетворены этим результатом. Там нам немного разве что не повезло. В последней игре мы не убили тех, кого надо было убить. И из-за этого у нас седьмое место. Хотя условно второе место это 43 поинта. Седьмое место это 37. То есть там вообще минимум. То есть от седьмого до второго тут реально рукой подать было. Мы были более-менее довольны этим результатом, учитывая после того, какой спад у нас был. И продолжали работать. В целом, что можно сказать по этим ЛГСам. Они довольно несправедливые. У тебя есть финал, к которому ты готовишься по факту полмесяца. Иногда там месяц, вот как сейчас мы готовились месяц буквально. Сыграли в финале мы всего пять игр. Это максимально несправедливо. И так во всех финалах. А на Excel результат был хороший. Потому что агрессивный стиль игры он оправдывает себя на длинной дистанции. Чем больше игр ты играешь, тем лучше у тебя будет результат. Ну, не знаю насколько сильно на все это влияет буткемп. Но мне кажется влияет. Потому что все наши последние онлайн турниры мы играли из буткемпа. А на буткемпе у нас даже игра немножечко другая. Там у тебя нету роскоши, так сказать, нету роскоши слакать. Нету роскоши быть неуверенным в себе. А если кто-то колебается, то пацаны всегда поддерживают. Надеюсь, что нет. Надеюсь, что нет. Особо мы над этим не говорим. Но все-таки мы команда, которая больше нацелена на победы на ланах. Нежели на каких-то маленьких онлайн турнирах. Учитывая, что вот эти LGS очки, которые мы фармим. Мы вроде как достаточно много их накопили. Мы сейчас топ 6 по этим очкам. То есть, как изначально задумалось, это должно быть для какого-то большого турнира. И вроде как мы их нафармили. И продолжаем дальше целиться на лан. Хотим, так сказать, хорошо выступить на лане. Мы больше лановая команда. Не буду врать. У меня на онлайн турнирах иногда даже руки потрясываются. Когда на лане я себе такого позволить не мог. Тут домашняя обстановка. Вот эта зона комфорта, она тоже очень сильно влияет. Мы сейчас очень много работаем. Мы фактически не берем выходных. Каждый день мы скримим. И почти каждый день мы проводим тимтоки. И мне кажется, в этом есть и минус. Мы все-таки играем в батл рояль. И скримы, которые мы так сильно задрачиваем. И так сильно ставим перед собой результаты. На этих скримах. Так сильно мы их возводим. У нас появляются какие-то тайминги. У нас появляются какие-то ротейты. Какие-то заготовки. Но все эти заготовки, они не работают на ланах. И раньше мы очень хорошо это понимали. Сейчас мы немного ставим это больше в эталон, так сказать. Результаты на наших турнирах. Пытаемся скримами пользоваться на турнирах. Хотя этого делать вообще нельзя. Для нас самое важное в этом Summer Circuit это попасть в плей-офф. И играть в итоге за 500 тысяч. А остальное там сколько очков мы наберем. Сколько денег мы заработаем на этих всех квалах. Для нас это не важно. Для нас важно отточить, так сказать, натренироваться как можно лучше. И попасть в этот плей-офф. А с какого места мы туда попадем, это не особо важно. Все-таки это квалы. Причем квалы не с миллионными призовыми. Поэтому мы просто тренируемся. Стараемся подойти к этому всему с головой. Больше думать все-таки о лане. Больше думать о плей-оффе. И будем просто играть. Стараться сделать нашу лучшую игру. Возможно, будем еще пробовать какие-то другие сетапы героев. Так как на четвертом как раз LGS мы очень хотели посмотреть, как работает крипта. По-моему, на четвертом, да. Где мы заняли там 16 или 17. Мы очень хотели посмотреть, как работает крипта. И фактически весь турнир... Нет, не весь турнир. Фактически весь финал, там, по-моему, из пяти игр мы три игры сыграли на крипте. И после третьей игры мы были максимально уверены, что он вообще не работает. Три игры мы запороли. Начали играть с роботом. Вышло что-то получше, но мы уже не смогли вытянуть. Не угадали с зонами. Где-то сделали ненужный файт и нас добили. Ну и тому подобное. Скорее вольный, но это все равно моя идея была. То есть мы начали играть. Начали очень много играть скримов. Условно до карантина мы этого не делали. Сейчас мы сидим дома и нам действительно надо тренироваться. Мы не думаем о ланах. Мы думаем сейчас как-то о том, как что-то где-то... Чему-то где-то научиться. Что-то где-то увидеть. Попробовать. И сейчас мы этим всем занимаемся. Мы пробуем все что можно. Пробуем какие-то тактики. Пробуем заготовки. Пробуем какие-то приколы. В том числе иногда мы их пробуем на турнире. Потому что как ты можешь понять работает это или нет в паблике или условно на скримах. Потому что на скримах мы бегали с крипта. В один момент просто началось то, что... Ну как только получился баф крипты, мы начали думать о том, чтобы везде играть с криптой. Потому что, блин, он такой агрессивный. Подходит под наш плейстайл. Мы нави, мы агрессивные. Мы сделали одну игру, по-моему, с 25 фрагами. И... Просто что началось? На скримах в дискорде начали говорить о том, что... Команды с криптой не серьезные. Они фанятся. Надо, так сказать, сделать правило, чтобы играли без скрипты. И... В следующей игре... Нам на голову просто на наш дропспот падает сквад. Который просто начинает нас жестко чейзить. Мы доджим их. Они... Путают нас с другими эннами. Суицидятся об них. И что мы видим потом? Мы бежим на спот. И... Мы просто видим, как на нас начинают бежать сквады. Там с одной стороны, с другой. И просто начинают душить нас. То есть... Крипты какое-то время мы не могли тренить. Да, нас просто начали дико хейтить. Все сквады с криптой начали дико хейтить. Потом начали вообще все играть с криптой. А когда все играют с криптой, ты особо не потренируешься. Это как... После того, как альянсы выиграли с каустиком, все начали играть с каустиком. И каустик перестал быть полезным вообще. Потому что... Ну какой от него смысл, если там другой каустик дышит в газу. В итоге мы начали думать о том, чтобы попробовать скрипту на турнире. Так сказать, подготовиться больше к лану. Потому что нам кажется, что на ланах все игроки, они более зажаты, нежели на скримах и на онлайн турнирах. На онлайн турнирах все игроки почему-то очень агрессивно играют. Когда те же самые игроки на лане сидели бы, не знаю, в углу и прятались. Хотя, как сейчас, не знаю. Потому что у нас давно не было ланов. Но по последнему экспириенсу это именно так. Пока что не знаю. Мы находим что-то крутое, как нам кажется. И мы стараемся это попробовать. Если мы считаем, что нам это надо попробовать на турнире, мы пробуем. Но я думаю, сейчас мы больше будем, скорее, плыть по течению. Играть какими-то дефолтами. Потому что все наши какие-то изготовки, они не совсем работают на турнирах. Ну, на онлайновых. А потестить их на ланах, учитывая, что ланов сейчас нет и не предвидится, мы, наверное, рисковать не будем. Да я думаю, к тому времени это уже большинство забудется вот этих заготовок, которые не сработали на онлайне. Не нужно забывать в какую игру мы играем. В какой ситуации мы сейчас все находимся. И что у нас в приоритете. То есть, просто чтобы закрепить. У нас в приоритете ланы. На онлайнах мы все-таки действительно тренируемся. Потому что онлайны на 21000 это не такие уж и большие призовые, чтобы прям все-все-все. Это блин, дикий экзамен. Надо сделать все как нужно. Нет, к этому не стоит так относиться. Мы действительно тестируем всякие вещи. Мы тестировали крипту. На последнем онлайне мы уже подошли более серьезно, но провалились. Надо что-то менять. Будем что-то менять. А до этого очень много было тестов, которые надо было сделать. Такие как тест крипты и тому подобное. Мы видим все слова поддержки. Мы видим все слова недовольства. Понимаем и делим все ваши чувства. Мы сами недовольны последними нашими результатами. Это правда. Мы не слакаем. Мы делаем все возможное, чтобы найти самую оптимальную для нас игру. Так сказать, подготовиться максимально к большим каким-то турнирам, кланам. И будем стараться не факапить на маленьких турнирах по типу LGS. Но не стоит списывать нас со счетов.